Ну а еще где уютно, так это в Евпатории. И не только потому, что там есть море, но и потому, что там ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Как раз таки об этом мы сейчас и поговорим с нашими коллегами. На связи, прямой связи со студией ВЖ, Анастасия Егорцева. Настя, доброе утро. И когда жители и гости города смогут потренироваться в тренажерном зале на территории Дворца спорта? Да, коллеги, доброе утро. О тренировках и занятиях на базе Дворца спорта пока говорить рано. Там вовсю идет реконструкция. Кроме этого, в детской здравнице возводят ФОК. Кстати, это второй физкультурно-оздоровительный комплекс в городе. И он сейчас находится скорее на ранней стадии строительства. Поэтому вопрос, где заниматься юным евпаторийцам, более актуальный. Это мы сейчас узнаем у начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта. У нас в гостях Иван Просоедов. Иван Иванович, доброе утро. Где у нас занимаются юные воспитанники? Выделил ли муниципалитет место? С 2019 года, когда начались активные работы по реконструкции Дворца спорта, мы все секции нашей спортивной школы, другие секции, все перевели на альтернативные спортивные площади. То есть это пансионаты, это частные объекты спортивные. То есть на те объекты, которые приспособлены для занятий. И на сегодняшний день, конечно же, все занимаются и ждут, когда уже завершится строительство нашего ФОКа Дворца спорта. А есть уже реальные даты? Я думаю, что даты появятся в ближайшее время. Вот сейчас, как раз в этот период, Министерство спорта, лично министр занимается вопросом доведения до заказчика работ лимитов на текущий год. И думаю, что ближайшую неделю, ближайшие две недели уже этот вопрос станет понятным. Это мы сейчас говорим о Дворце спорта? Мы говорим о Дворце спорта. И действительно, когда будет понятен вопрос со сроками доведения лимитов на завершение строительства, тогда мы сможем говорить о том, когда работы завершатся. Физкультурно-оздоровительный комплекс на базе Дворца спорта. Что это за комплекс? Потому что я знаю, это второй у нас в городе. Для чего нам так много подобных объектов? На базе Дворца спорта это будет единый комплекс, то есть это единый объект, но состоять он будет из старого комплекса, скажем так, то есть к тем двум спортивным залам, к которым горожане уже привыкли. И из новой части, из той части, в которой будет большой универсальный спортивный зал с трибунами на 300 мест и еще три спортивных зала разного профиля. Зал дзюдо и самбо и другие залы. А во втором? Во втором вы имеете в виду... Который на Конституции. Который на улице Конституции. На улице Конституции будет также игровой зал и первоначально мы планируем, что этот ФОК станет базой спортивной школы. Сейчас в спортивной школе нашей занимаются 2000 детей и при этом спортивная школа не имеет ни одного спортивного зала, то есть закрепленного конкретно за спортивной школой. Поэтому вот наиболее актуальным вопросом сейчас является дать нашей спортивной школе место для тренировок. Все работы по федеральной целевой программе или это другие региональные программы, к которым мы участвуем? Оба объекта и дворец спорта и физкультурно-известный комплекс на улице Конституции реализовываются в рамках федеральной целевой программы. Помимо масштабного строительства в Евпатории, о большой стройке вообще у нас в городе можно говорить вечно, проходят конкурсы. Вот ближайший конкурс, который вы проводите, что он? Поподробнее расскажите. Ну, самое ближайшее мероприятие, которое проведет Управление по делам синими молодежи спорта, администрация города Евпатории, это не конкурс, это акция, которая направлена на привлечение внимания к памяти событий, которые разворачивались во времена Великой Отечественной войны. Что это за акция? В техникумах, колледжах города пройдут тематические классные часы по этому вопросу, то есть мы расскажем студентам, школьникам о трагических этих событиях, которые были связаны с блокадой Ленинграда. После этого 27 января с 14 до 17.00 на мемориале Красной Горки в Евпатории состоится мероприятие, центральное мероприятие этой акции, где волонтеры Победы, где наши волонтеры волонтерского корпуса будут раздавать блокадный хлеб. То есть это кусочки хлеба весом 125 грамм, то есть это то, что было в те трагические времена. И рассказывать, напоминать жителям города о тех страшных событиях, которые были с 41 по 44 год. Иван Иванович, спасибо большое, что нашли время к нам прийти и поделиться информацией. Мы в любом случае также примем в это участие и по возможности осветим данное мероприятие. Коллеги, я передаю вам слово. Как у вас настроение? Спасибо, Настя. Спасибо. Настроение отличное. Настроение у нас просто на одной волне. Главное, чтобы еще и в наших телезрителей было такое же прекрасное настроение. Мы желаем вам, правда, чтобы это утро было подстоящим добрым. Продолжение следует...